Здравствуйте. Я хочу вам сообщить, что раскрыта тайна, очень такая величественная, мощная тайна железомарганцевых конкреций. Впервые про железомарганцевые конкреции, так вот, в популярной литературе заговорили в 50-х годах XX века. Тема была, между прочим, очень секретная. Дело в том, что железомарганцевые конкреции, это сам по себе загадочный объект, но это в области науки, это, так сказать, не секрет. А вот для экономики это замечательный объект. Железомарганцевые конкреции, такие вот желваки, такие камни, состоящие из смеси железа, естественно, окислы, марганец, другие материалы. То есть, это огромный источник железа и марганца. И причем его, как казалось, в 50-е годы очень легко добывать. Эти железомарганцевые конкреции покрывают дно океана. Ну, нам так, дети, мы говорили, покрывают все дно океана. На самом деле, секретные карты существовали. В каких местах эти железомарганцевые конкреции в океане на дне лежат? Нам даже показывали фотографии дна океана в этих местах. Это 6 километров глубиной, и вот как будто бы дно вымощено этими камнями, железомарганцевыми конкрециями. Рост этих железомарганцевых конкреций исключительно медленный. 1 миллиметр в миллион лет. И сразу возникает загадка. За миллион лет сколько выпадет ила на дно океана? Даже вот в глубинной части, там мало илы выпадает, потому что мало жизни в глубинной части океана. На мелководье, там много ила, потому что вот жизнь бурлит. А вот в глубоководном океане мало. Но все равно за миллион лет-то все это засыплет. Но это ведь не миллион лет, а сотни миллионов лет должны были появляться, и все время лежат на поверхности дна. Вот как это бывает? Как-то даже какое-то объяснение придумывали этому. Но недавно тайна железомарганцевых конкреция была раскрыта. Наконец, поняли почему. Кстати говоря, теперь-то можно, в принципе, познакомиться с эскизными такими картами, где же на дне океанов они находятся. Они в основном в экваториальной полосе находятся. И вот оказалось, что эти железомарганцы и конкреции вовсе не многомиллионные, а многотысячелетние данные. Фактически они сформировались уже в тот период, когда на Земле жил человек. Вот в период мамонтов, в период ледниковый. Вот тогда они и образовались. Вот этот последний ледниковый период, оказывается, был уникальным в каком-то отношении. Я вам сейчас расскажу. Вы химию в школе проходили? Марганцовку знаете? Калий-марганец-О4. Перманганат-калий. Очень сильный окислитель, как говорят. Вот этот марганец, он элемент такой с очень переменной валентностью. Он то, как окислитель, то, как восстановитель выступает. Очень милая и интересная химия. Правда, жалко, что вот этот вот раздел в школе химии не очень сильно изучают. Но вот в институтском курсе он есть. Увлекательнейшие задачи совершенно. Те, кто химию любит, меня поймут. Так вот, и вот в океанах, в период оледенения, мало было кислорода. И поэтому роль кислорода на себя взял, роль окислителя на себя взял марганец. И вот в тот-то период времени, за несколько тысяч лет, и вот эти вот железомарганцевые конкреции-то и образовались. Вместо того, чтобы окисляться железу кислородом и превратиться в такую вот красноватую муть, они превращались в твердый осадок. И более того, оказалось, что этот осадок непростой. Этот осадок из космоса к нам прилетел. Это метеоритная пыль, которая выпадала в океане. А метеориты, они ведь железоникелевые, да? Вот это вот железо как раз и взаимодействовало с марганцем океанов, и для нас запасло. Все это, весь эти запасы. Ну, как шести километров поднимать драго, это вообще очень сложный вопрос. Ну, попытки есть, это интересно. На мелководье действительно добывают уже, а на глубоководных участках пока слишком дорого добывать. Удачи вам, всех благ, до свидания.